Питер Диккинсон, на связи редактор украинской службы Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today. Питер, я вас приветствую. Добрый вечер. Что значит этот альянс, учитывая, что Британия не член Евросоюза, а Германия не формальный лидер Евросоюза? Ну, конечно, это интересное собрание страна. Но это показало, что есть, конечно, очень серьезные сомнения по поводу готовности Европы к русской агрессии сейчас. Люди начинают понять, руководители начинают понять Европу, что чем больше и больше, более и более серьезных угрозов из-за стороны Руси, гибридная какая-то там агрессия, саботаж, другие там типы этапов. И пока Европа должна понять, что он не готов, не защищен. И все отделные страны должны работать вместе, чтобы укреплять свои возможности, защищать себя от этого агрессии, которую мы видим чаще и чаще. Питер, а что это будет значить непосредственно для фронта, для Украины? Ну, это непонятно пока. Конечно, здесь мы можем говорить о том, что Европа уже из-за угроз к себя, у себя дома, они будут более четко понимать, что Руси – это угроза не только для украинской земли, для украинской населения, но тоже для села, для Запада и для Европы. То есть, возможно, что из-за более конкретного понимания по поводу угроз против Европы из-за стороны Руси, они будут более глобальны понять то, что происходит именно в Украине. То, что это один час, более большая война, которая уже идет несколько лет против Запада, то есть не против Украины, не на защиту Руси, против каких-то там угроз, которые создают Запад, но наоборот, это именно агрессивная война против Запада. И, конечно, в рамках этого всего могут быть тоже укрепления, поддержки для Украины. То есть, понятно, легче воевать и победить Руси, не побеждать над Руси Украину, чем у себя. И еще, позвольте, последний вопрос по поводу этого договора. У вас, я имею в виду Великобритании, если говорить о британской ситуации, есть некоторая политическая стабильность, есть правительство, кажется, оно не будет быстро меняться. Что касается Германии, не все так просто. Грядут перемены. Как вы думаете, это будет, ну, как бы, это продолжится, этот курс и это решение после изменений в Германии политических? Ну, вот немецкая ситуация в Германии действительно не самая стабильная сегодняшний день. Есть много вопросов по поводу правительства, по поводу новой правительства, возможностей. Но, насколько я понимаю, реальных вариантов на замену в Германии, на новые правительства, которые могут прийти к власти, вариантов, которые я видел хотя бы, это все кандидаты и партии, которые будут, ну, разные конфигурации, понятно, но здесь нет то, что, типа, которые за Руссия, которые за русские интересы, они будут такой же или более, может быть, даже более лояльной относительно западной позиции против России, чем сегодняшний власть при Чанцелл и Шолдс. То есть в Германии могут быть изменения, но, скорее всего, любое изменение, которое там происходит, это будет не в ползу Россия, но, наоборот, это будет укреплять западные позиции против России и, в том числе, европейские позиции. Это очень важно, чтобы вы это подчеркнули, действительно, потому что это один из главных пунктов российских манипуляций, что вот сейчас Германия изменит свою позицию, да, это правда, ничего такого произойти не может. На земельном уровне пытаются манипулировать, но, надеюсь, на федеральном этого не может быть в принципе. К следующему пункту нашей беседы. Россия несет огромные потери в войне против Украины, но у нее еще остались боевые силы, которые мало пострадали, и они в дальнейшем могут быть развернуты на границах НАТО. Об этом рассказал главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Кристофер Кавелли. Посмотрим часть его заявлений. У России все еще есть силы, которых едва коснулась война, включая дальнюю авиацию, ракетные силы стратегического назначения, оборонные подразделения и подводные средства. Несмотря на значительные потери сухопутных сил, у другой части военной структуры Российской Федерации остается немалый потенциал, как обычный, так и ядерный. И это следует учитывать. У России также есть план восстановления сухопутных сил и их развертывания на границах НАТО. Это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно. Кристофер Кавелли, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Питер, вот особенно это интересно слышать на фоне того, что Российская Федерация призвала Северную Корею себя на помощь. То есть для каких-то целей у них своих сил не хватает, а какие-то цели они сберегают для вот этого уже прямого военного контакта с НАТО? Ну, на самом деле, то, что говорил командующий Американский войск, как Европа, он не хочет, чтобы люди слишком сильно расслаблены. Они понимают, что они тоже в западном мире, они видят, что у россиянов колоссальные потери в Украине. Это понятно всем. То есть мы не знаем конкретные данные, мы не знаем конкретных цифров, но мы все знаем, что потери просто колоссальные. Такого потери не было в любом серьезном государстве уже 50 лет, 70 лет, то есть после корейской войны, скорее всего. Мы такого не видели. Но и в том числе люди сейчас понимают и вижу, что происходит в Северной Корее, что у россиянов берут, ну, просят у них там 10 тысяч солдат, 12 тысяч солдат. То есть понятно, что русская армия сегодня не в лучшем состоянии. Но, конечно, очень опасно для Европы, если всех европейцев считают, а ладно, ничего страшного, можно расслабиться. Русские армии просто разрухали Украину, и нам не угрожают ничего. То есть американцы сейчас говорят, нет, дорогие, мы должны быть готовы, потому что у них еще есть силы, у них подводные силы, у них есть флот, у них есть агрессия, у них есть ядерки и так далее. То есть это такое предупреждение, что расслабиться не стоит. Но, конечно, то, что происходит в Северной Корее, это тоже говорит много о поводу сегодняшней состоянии, настоящей состоянии русской армии. А как вы думаете, вот если говорить о готовности именно граждан Европейского Союза и граждан стран НАТО, которые не входят в Европейский Союз, вот это понимание на уровне готовности взять оружие есть? Вот я, например, знаю от своих друзей, что в Германии, в Берлине конкретно есть листовки на улицах, зазывают в армию, в Бундесвер. Например, это есть в Лондоне? Ну, к сожалению, ну, я не знаю, к сожалению, это, наверное, знак успеха в этом обществе. Но в этом обществе нет понимания, что возможно даже теоретически потребности взять в руках оружие и защищать свою страну. Нет такого понимания. У него это не было уже, я думаю, что два поколения, возможно, три. Но точно последнее поколение. Никакое понимание, никакое желание в этом направлении нет. То есть эти люди не понимают, что значит защищать свою страну. Они думают, ну, возможно, что кто-то этим должен заниматься, понятно, но не я. И не мои, типа, одноклассники, не мои друзья, скажем так, молодежь. Они не думают об этом. И для них это не то, что они... Ну, надо понимать, что мы не говорим здесь, что они, типа, против или не хотят. Они не понимают, что это такое. Это ты можешь им даже сказать, ну, взять, сказать им, бери оружие и защищай свою страну. И также можешь, в таком же успехе, можешь сказать, бери рокеты и лети на дуна. То есть это абстрактный, абсурдный вижд. Взять оружие и защищать страну, никто не собирается среди молодежи. И я думаю, что это можно так говорить про Британию, про Францию, про Германию, про практически все западные страны, к сожалению. И Руссия этого прекрасно понимает. Это один из казернаков России, когда Руссия играет на западный страх, на западный страх эскалации, на западные желания успокаивать всего. Они прекрасно понимают, что это идет из-за позиции, что западные живут очень хорошо, им комфортно. И западные уже забыли совсем по поводу, что такое война. И не хотят вспоминать. То есть понятно, что это здоровый смысл, да, мы не хотим воевать, мы не понимаем война, но все-таки мир у нас не такой добрый и пушистый. И, к сожалению, западные миры сейчас никак не понимают, что такое угроза, которую создает Россия. Как раз наша тема заглавлена угрозой, которую Россия сейчас подспудно в том числе делает против стран Запада, стран НАТО. Давайте перенесемся на восточный фланг НАТО. Новый член Альянса Финляндия. Вот там, на границе с Россией, построили еще часть забора. Об этом сообщил местный вещатель. Возле пограничного перехода Вааллима планируется установить 12-километровое ограждение. Строительные работы на этом участке будут проводиться до конца следующего года. Также сейчас ведутся работы возле еще двух переходов. Всего пограничная охрана Финляндии собирается сделать 200 километров ограждений до конца 2026 года. Как вы думаете, Питер, а вот в этих странах, которым так суждено исторически непосредственно соприкасаться с угрозой, другая ситуация по поводу осознания угрозы? Да, конечно, безусловно. Чем ближе к России, чем больше понимание, что такое Россия сегодняшняя, что такое Путин и какую угрозу это государство создаёт. Это можно говорить про Финляндию, это можно пронять на Балтийские страны, поляками, Румынию и так далее. То есть понятно, что у них более, более, у них есть видение в этом, в этих вопросах более, более яркие и аккуратные, и правыми, скажем так. Но всё равно, всё равно, живут хорошо, и сложно для них представить, что могут быть настоящие войны у них. Конечно, нацовский альянс дает им тёплое чувство, что они не в безопасности, они спокойно живут. И я не уверен, ну, в Финляндии, конечно, есть достаточно большой армии, и есть там все должны служить, насколько я понимал, и все после службы переходят на резервы, то есть Финляндия, наверное, из всех стран, к соседям России больше всего готовы. И поляками тоже сейчас инвестировать огромнейшее количество денег, финансовых ресурсов, именно на военный бюджет, на бюджет безопасности. То есть мы видим здесь на восточный фланг НАТО, ближе к нам, ближе к России, ближе к Украине, что здесь более и более серьёзная подготовка к потенциальной войне. Да вот вы, кстати, вспомнили Польшу, такая интересная новость, и тут рифмуется с тем, о чём мы говорили, о северокорейском вмешательстве теперь в войну. Южная Корея и Польша договорились об укреплении оборонного сотрудничества. Об этом лидеры стран заявили во время совместной пресс-конференции. Как отметил Анджей Дуда, сейчас обсуждаются детали контракта по производству и поставкам танков К-2. Он также высказал пожелание, чтобы часть техники выпускалась в Польше. Кроме этого, лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности, обсудили отправку войск Северной Кореи в Россию. Ситуация в сфере международной безопасности сегодня более критическая, чем когда-либо. Основываясь на доверии, которое уже сложилось, обе наши страны создадут регулярный консультативный орган для оборонных ведомств и будут искать пути сотрудничества, чтобы содействовать во взаимной безопасности и национальной обороне. Оборонительное оружие, производимое южнокорейскими компаниями для польской армии, я бы хотел назвать полонизацией оборудования, и мы надеемся, что это производство будет, возможно, частично также перенесено в Польшу. Как вы можете прокомментировать, Питер, вот этот альянс, это понимание? Ну, это два страна, которые понимают угрозы и понимают, что когда-то действует. То есть они оба активные игроки, очень поляками, понятно, смотрят на Россию, Южная Корея смотрит на и Северную Корею, и на Китай в том числе, и понимают, что их соседства не дают им жить спокойно. То есть они должны быть готовы к любой авантуре, любой угрозе, любой агрессии. И они сейчас инвестируют достаточно серьезные средства именно в это направление. То есть они не ждут, и они не просят другого, они сами инвестировать, положить деньги большие и производить оружие, которое им нужно. И понятно, что для Южной Кореи это тоже очень важный экономический аспект, здесь они очень сильный игрок стали на международной рынке по безопасности. Они начали продавать, они нашли в качестве поляками, они нашли очень бедный клиент, и они будут сейчас укреплять и углубить этого сотрудничества. Понятно, поляками хотят, что это произошло у них в Польше. Посмотрим, будет ли или нет, но укрепление отношения и продолжение взаимных сотрудничества между этих двух сторон, это однозначно будет. Питер, вот мы говорим сегодня о том, как Россия усиливает свою враждебную активность в странах НАТО и в странах Евросоюза, но ведь эта враждебная активность очень часто гибридная, она не так видна, да, есть разные способы влияния, кто-то через культурные связи, через церковные организации. Как вы думаете, вот это, когда-то ее называли мягкая сила, сейчас я бы уже так не сказал, есть осознание вот этой угрозы? Не совсем, не совсем. То есть люди не понимают, люди только начинали понять, что Русия это враг. Много лет они, типа, отказывали от этого понимания. Сказали, нет, Русия это не враг наш, это другая страна, у них есть свое видение, своя культура, но это не враг. Теперь они уже начинали понять, что это враг. И тогда они должны себе делать следующий шаг и понять, что все, что сделает Русия, это шаг, это агрессия, это агрессия, это действие, которое направлено на расслабление западных сил, западных общества и укрепление русской позиции. То есть это касается любой, как вы говорите, там, мягкой сил, да, какой-то культурный проект, какой-то, там, литературный фестиваль, театральный спектакль, выставка искусства, тоже часть русской войны. Военные, это тоже оружие их понять, их борьба против западного мира. Но в первую очередь здесь, это поддержка для всех политических сил и группы интересов, которые уже находятся в Западе, которые, типа, против establishment или против власти там. То есть это могут быть там крайне правы, крайне левые, националистов, исламистов, фашистов, социалистов, коммунистов, неважно, это абсолютно неважно. Главное, что это дестаблозировало западный мир. И Россия сейчас поддерживает всех этих. Спасибо, Питер. Очень у нас вышел такой насыщенный и важный разговор. Как всегда, рады вам в эфире. Спасибо. Питер Диккенсен, редактор украинской службы Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today, был гостем нашего эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.